Поддержание здоровья – это не только, безусловно, важная, но и очень дорогая составляющая жизни, особенно для семей, воспитывающих детей-инвалидов. В Рождество активисты благотворительного фонда «Добрая надежда» и мамы особенных ребят открыли сбор средств на реабилитацию малышей с ДЦП. Олегу чуть меньше двух лет, и у него тяжелая форма спастического тетропореза. В момент родов малыш оказался без доступа воздуха, и это сильно его травмировало. У нас еще микроцефалия, то есть мозг плохо растет, потому что мало его, но отколоска меньше, чем обычно должна быть. Вот изначально вообще говорили врачи, что очень тяжелый ребенок, безнадежный, что не будет ни сидеть, ни ходить, ничего не будет, ничего не понимать, кушает через зонт, через трубочку. Плакать постоянно, у него чуть-чуть давление, и в первые месяцы, три года он постоянно плакал. То есть либо спит уже, он ревется, устанет, уснул, все, потом просыпается, опять ревется. Благодаря маме Марине и врачам Олег показывает прогресс. Уже дает опору на ноги, медики смотрят в будущее с перспективой. Есть вероятность, что мальчик сможет ходить, если, конечно, не прерывать лечение и реабилитацию. Поехать на восстановительный курс в поселок Заозерная Крыма хотят восемь детей. У всех церебральный паралич, правда, разной сложности. Хотят, впрочем, неправильное слово. Дети в этом нуждаются. Оздоровительные занятия планируются с 28 июля по 11 августа. К малышам пригласят инструктора ЛФК, массажиста, аквариабилитолога, ипотерапевта, дефектолога и нейропсихолога. Морская вода и воздух способствуют закаливанию, профилактике простуд и нормализации обмена веществ, а также укреплению нервной системы. Очень хочется попробовать море, потому что по отзывам и влиянию моря на этих детей перехоспастик уходит. Рука напряжена постоянно практически. Либо массажем, либо занятием ты ее расслабляешь. А там сам воздух, вот именно то, что морской воздух, эти соли, обилие кислорода идет в мозг тоже, потому что там больше кислорода, чем у нас здесь. На одну семью требуется 122 тысячи рублей. Не посильно для среднестатистических родителей ребенка-инвалида, но вполне реально для целого города неравнодушных людей. Если учитывать, сколько у нас пенсий у таких детей, она чуть меньше 15 тысяч, то вот эти 15 тысяч я должна на эти деньги реабилитировать своего ребенка, накормить, напоить, одеть. Если, соответственно, там есть такие семьи, у которых нет второй половинки, мужья там ушли, вот представьте, то есть мама должна на эти деньги не только реабилитировать, еще и заплатить за квартиру, купить продукты, все подручные средства и все на эти деньги. Волонтеры планируют привлекать к сбору средств представителей бизнес-сообщества, организовывать благотворительные вечера и выставки, рассчитывают на отклик, за каждую копейку обязуются отчитаться. Мы хотим привлечь внимание к этой проблеме, что вот они такие же граждане, такие же дети, как у нас с вами такие же дети есть, и что им тоже требуется помощь, нужно только немножко подтолкнуть, на все требуются деньги, нужно отправить этих деток просто на реабилитацию и сделать еще один шаг вперед, рывок. Родители проделали большую работу, забронировали гостевой дом для проживания семей и кабинеты для проведения занятий, разработали план-график для каждого ребенка индивидуально, нашли специалистов. Вопрос упирается в деньги. До июня нужно собрать миллион. Сделать доброе дело, перечислив средства, можете и вы. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.